Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Одна не сильно счастливая и удачливая условная Маша познакомилась с одним условным Ваней. Они встречаются, нормально общаются, Маша кажется, что Ваня достаточно интересный и хороший человек. Но она не особо верит в это и пытается всячески отыскать скелеты в шкафу Вани. Сдаёт разного рода провокационные вопросы и также провоцирует Ваню на совершение действий. Ваня совершенно не свойственны. И когда Ваня совершает это действие, Маша с чувством глубокого удовлетворения восклицает «я так и знала» и уходит прочь. Есть ли какой-то термин в психологии, определяющий подобные ситуации? Что можно посоветовать и Маше, и Ване? Ну, смотрите. Термин, конечно же, есть. Вам ответил мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Вот, я бы сказал, что у Маша тревожно-избегающий тип личности. Вот, то есть есть проблема личных границ, вот, и они неустойчивы, эти личные границы, и, соответственно, тревожно-избегающий тип, он вот как раз в точке личных границ своих, вот. Испытывает мне, ну, напряжение. Испытывает напряжение. Смотрите. Маша, по-другому, с Ваной. Давайте так. Что общего у Маши и Ване? На чем выждется их общение? На чем? Что их объединяет? Что их связывает? Какой в какой фундамент? У общения Маши и Ване. Да? Связывает ли их только, допустим... Например. Например. Связывает ли их только полуролевая модель? Или есть что-то еще? Есть какие-то общие взгляды, которые у Маши и у Вани имеют место быть? Вот. Вот. С этого нужно начать. Потому что, когда... Маша говорит, что Ваня достаточно хороший и интересный человек. Человек, да? Достаточно интересный и достаточно хороший человек. А вообще говоря, это не особо, не особо, не особо, что значит. Потому что, ну, что такое, что такое хороший человек? Что такое интересный человек? То есть, это вообще-то практически довольно сложно как-то идентифицировать. Ну, идентифицировать это сложно. Давайте вот как-то, ну, честно признаем, да... Честно признаемся в том, что сложно это как-то вообще идентифицировать. Вот. Хороший для чего? Интересный для чего? То есть, как-то это все вот немного не ясно. Вот. Такое ощущение, что Маша пытается, значит, человека оценить. Вот. Ну, она пытается взять и оценить, 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 эм... Человек. Вот. Возникает вопрос в таком случае. Для чего бы, для чего бы Маше... Пытаться человека оценивать? Вот. Зачем? Ей его оценивать. Чтобы что? У Маши ожидания какие-то есть. Например. Например. У Маши... Э... Э... Ну, страхи какие-то есть. Например. То есть, тут вот нужно посмотреть, что стоит, как бы, немножечко... за оценкой. Что стоит за? Тем, что Маша пытается оценивать Ваню. Она же зачем-то для чего-то это делаем. Вот давайте попробуем увидеть зачем и для чего. Дальше. Вот они встречаются, нормально общаются и Маша кажется. То есть Маша пытается понять подходящий ли для нее этот товарищ или нет. Вот. Ну подходящий для чего? Для чего подходящий? Для каких целей подходящий? Подходящий. Маша, она значит, ну пытается что сделать? она пытается найти для себя подходящего человека подходящего ей чтобы ей, например, было комфортно с этим человеком, чтобы ей было безопасно с этим человеком. так получается. Или какая-то другая история. Какую задачу решает Маша вынося оценку плану понимаете? Какую-то задачу как какую-то задачу Маша решает. Не ясно только какую пока. Но какую-то задачу решает точно. Было бы неплохо понять что это за задача. Дальше Значит Маше кажется, что Ваня достаточно интересный и хороший человек, но она особо в это не верит. То есть Маше кажется, что Ваня хороший человек, но она в это не верит. Она не верит сама себе? почему? Почему она не верит сама себе? С чем это связано, что Маша не верит сама себе? Может быть она хочет, чтобы Ваня был хорошим человеком? Может быть таково просто ее желание чтобы Ваня был хорошим человеком? А на самом деле Ваня он как любой ну как любой человек да Ваня он может быть разным понимаете вот может быть разным может быть хорошим может быть не очень хорошим у всех свои недостатки есть но момент в том что Маша судя по всему не просто так видит Ваню хорошим человеком а пытается реализовать какую-то свою потребность вот что это за потребность это интересный момент самое счастливое если мы эту потребность не выявим мы не сможем увидеть для чего для чего Маша видеть Ваню хорошим хорошим интересным человеком вот зачем пока это выглядит как некая потребность Маша и Маша будучи неувереной в себе эта потребность подвергает сомнению и поэтому она не верит что Существование достаточно интересное нехороший человек надо сказать не без основания потому что хороших интересных людей не бывает бывает человеком с которым мне хорошо а мне может быть хорошо и с плохим человеком мне может быть хорошо и с неинтересным человеком да вот но это мои чувства а если я пытаюсь свою потребность какую-то реализовать которая может быть связана еще и с требованием к моим к себе тут начинаются сомнения вот дальше она не особо верит в это пытается седшики отыскать скелетов скелетов в шкафу Ванни скелеты есть в шкафу у любого человека не только Ванни Важно то что Маша пытается подтвердить свою правоту пытается получить доказательство своей правоты по причинам которые я назвал выше то есть Маше кажется что Ваня хороший но это ее потребность это ее потребность ей нужно чтобы Ваня был хорошим интересным человеком потому что она решает какой год свой внутренний конфликт понимает и пытается получить подтверждение этому то есть она сомневается Маша не особо верит в это пытается подтверждение получить дальше задают разного рода провокационные вопросы также провоцируют Ваню на совершение действий Ване совершенно не свойственны ну да только здесь уже не про Ваню здесь уже только про Маша Маша решает свой собственный конфликт внутренний Ваню не видит и я бы не сказал что Ваня ей особо интересен но просто через него пытается решить свои проблемы по сути это театр одного актера в этих отношениях Маша Ване не существует вообще-то абсолютно нормально если человека провоцировать то он может поступить так как ему не свойственно это нормально но для Маша это означает ее правоту потому что она хочет почувствовать эту правоту потому что для нее это единственный способ почувствовать правоту понимаете какая штука только это правота такого плана это правота такого плана что если вам человек говорит ну или Маша человек говорит я никогда никого в жизни не убил, Маша будет его доставать, 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 она его будет бить, пытаться, мучить. Пока человек в состоянии эффекта кого-нибудь не убьёт, тогда Маша скажет, о, так бил, всё-таки убил. Это такая история. Понимаете, да? Когда Ваня завершает это действие, Маша с чувством глубокое удовлетворение возле сад, я так и знал, и уходит прочь. Потому что Ваня ей по большому счёту не нужен. Маша интересуется людьми, пока они как-то соответствуют её потребностям. Но интересоваться человеком, узнавать его Маше неинтересно, потому что Маша неинтересуется собой, и не узнаёт себя. Если какой-то термин психология, определяющий подобные ситуации есть, только зачем он вам? Посоветовать Маше и Ване нельзя ничего. Психологи не дают совета. Маше я рекомендовал бы психотерапию Ване. Не знаю, Ване к нам не обращался, поэтому советовать ему что-либо является неэтичным с точки зрения психолога. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok